Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня такое интересное название гадания. Почему он или она не слушается вас? Про кого может быть данное гадание? Я скажу позже. Сейчас маленькая ремарочка. Для тех, кто хочет заказать индивидуальное гадание, вы можете писать мне в личку все мои контакты в текстовом описании под данным видео. Ну и конечно сегодня я немножечко раскрою тему, что значит не слушается и кто такие он и она. Вы можете загадывать, например, ребенка, который не слушается вас в последнее время. Вы можете загадывать человека, который является вашим партнером, вашей второй половиной. Вы можете загадывать любого вообще человека, с которым вы никак не можете найти общий язык. Что за название такое? Вы знаете, можно говорить о тех ситуациях, когда человек вроде бы слушает. То есть мы не берем даже те ситуации, само собой разумеется, что если от вас отмахиваются и просто вас не слушают, вы тоже можете участвовать в этом гадании. Но бывает и так, что вы человеку что-то говорите, 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 а человек вроде бы слушает, но не слушается, потому что делает потом по-своему, чтобы вы ему не говорили. И вот сейчас вы можете загадывать карты при выкладке. Ключевой вопрос, я напомню, прям как в поле чудес сегодня напоминаю. Почему он или она не слушается? То есть любой человек, которого вы загадали, почему, по какой причине он не слушается или не слушает? Ну будет достаточно большое количество вариантов. Семь вариантов сегодня я выкладываю. Считаем мы в первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. По поводу открытия карт не по порядку. Могу говорить сразу, почитайте сперва текстовое описание видео, потом вставляйте свои пять копеек, пишите комментарии. Те, кто еще не знаком с моей позицией по данному вопросу. Ну и собственно, конечно, о нумерации позиций. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Вы можете, я еще раз напомню, либо загадывать цифру, либо смотреть на рубашку карты и бывает ощущение, что какая-то карта вас начинает просто притягивать, тянуть к себе. Вы можете загадать ее. Либо вы можете загадать такой вариант, что карта, которую я, например, открою второй или открою первой. То есть у вас есть три варианта, три способа загадать для себя карту и толкование. Итак, так почему же он или она не слушаются? Для тех, кто загадал второй вариант, карта говорит о том, что в данном случае вы, возможно, если это ребенок и он вас не слушается, ведете себя с ребенком не как родитель, а как подружка или как друг. И, соответственно, ребенок чувствует себя на одной позиции, как будто бы с вами. С одной стороны, отношения хорошие, а с другой стороны, он не видит в вас лидера, поэтому он вас не слушается. Если речь идет о взрослом человеке, то здесь мы тоже можем сказать, что человек, возможно, не видит в вас лидера в отношениях или не чувствует подоплеки, не чувствует, скажем так, причин, по которым вы просите о тех или иных вещах этого человека. И здесь может случиться даже так, что вам немножечко в отношениях не хватает доверия. То есть, если вы, наверное, раскроете душу, поясните человеку вполне искренне, почему и чего вы от него хотите, то вы вполне возможно сможете добиться того результата, на который вы рассчитываете. Для тех, кто загадал в данном гадании шестой вариант, мы открываем карту и мы видим, ой, отличная карта, обожаю ее. И сейчас по ней я вам расскажу, все как есть, все как обычно я и говорю. Первое, с чего я начну, дорогие или дорогая, вы бензопила дружба. То есть, вы человека настолько запиливаете, то есть, вынеси елку, вынеси елку, вынеси елку, уже 9 мая ты еще не вынес елку. То есть, вы настолько методично, часто, с упоением и радостно, непринужденно пилите человека, что он просто вас уже воспринимает, как белый шум. То есть, практически никак не воспринимает, вы вроде бы есть рядом, вы что-то говорите, но при этом вы настолько часто говорите об одном и том же и настолько много говорите, что человек может просто уже не воспринимать всерьез то, что вы говорите ему. Вы можете обижаться, вы можете не обижаться на такую трактовку, но мудрый человек всегда поймет, что ему что-то нужно поменять в себе. Ну, а если человек не мудрый, то тогда, возможно, он может и обидеться на такое определение. Но, вы знаете, особенно вот к девочкам обращусь. Зачастую мы, бывает, ведем себя действительно как бензопила и мы жужжим про одно и то же. Может быть, стоит сделать паузу и замолчать, и человека задачится. Он просто, ну вот уже и советы пошли по данной карте непроизвольно. Хотя гадание не говорит о том, что нужно дать совет, мы просто смотрим, почему не слушается. То есть, в вашем случае, возможно, просто взять лучше какую-то паузу и говорить более весомо, кратко и по делу. Если это ребенок, то четко обозначить санкции, которые ждут его за то, что он не сделал то или иное дело. И если вы говорите о том, что, извини, уважаемый, но ты не пойдешь гулять, например, если ты сейчас не уберешь в своей комнате. И потом ребенок все-таки уходит благополучно гулять и вы его отпускаете, то это неправильная позиция. То есть, вы должны исполнять то, что вы говорите. Вы должны говорить меньше, но более по существу. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, сейчас мы посмотрим. Ну, вы знаете, есть такое ощущение, что либо вы говорите тихо, и человек вас реально не слышит. То есть, например, человек в наушниках, вы ему что-то говорите, поэтому он не слышит, не слушает и не слушается. Может быть, вы не показываете очевидно действительно ваше желание получить то или другое. Возможно, вы мало говорите. Возможно, вы действительно иногда пытаетесь просто своим видом показать то, что вы чего-то хотите добиться, но при этом не озвучиваете. А человек, ну, мы не можем говорить, что каждый из нас экстрасенс и можем без слов понимать, что тот или иной человек от нас хочет. Если это ребенок, то, возможно, он действительно вставляет себе наушники и просто не слышит вас. Если это взрослый, то мы можем говорить о некой искованности, в том числе и с вашей стороны, когда вы выдвигаете какие-то требования или чего-то просите. Поэтому, ну, и еще момент такой, не просите невозможного. Прежде чем просить, поймите, насколько действительно человек может выполнить ту или иную просьбу. Иногда по такой карте, да не иногда, а часто, может быть так, что просто человек не может сделать того, о чем вы просите. Но вот тут надо понять причину, не может или не хочет, и, соответственно, этим вещам уже действовать. А у нас, кроме как наказания рублем и ограничения в каких-то свободах, ну, вот почему-то другие методы очень редко оказывают определенное влияние. Первый вариант это, ну, вы знаете, возможно, человек не слушается вас, потому что есть более серьезные с его точки зрения советчики. И, возможно, советчики, которые старше, чем вы. Например, если вы являетесь супругой и постоянно что-то говорите, говорите своего мужа или просите о чем-то его, да, ну, или просто своему партнеру, то вы можете точно понимать, что если ваше мнение не совпадает со мнением его отца или матери, например, то вам мало что светит в данном случае. То есть здесь карта может говорить о том, что у него есть другие советчики, которые в его глазах имеют больший вес, чем вы. Ну, и это надо учитывать. И, соответственно, нужно потихонечку либо находить общий язык с советчиком, которого слушает человек, либо нужно просто, ну, скажем так, улавливать направление настроений этого человека и иногда дублировать, например, его просьбы вот этого человека, которого слушает человек. А потом, то есть несколько раз вы продублировали, и у вашего партнера, который не слушается вас или у другого любого загаданного человека, возникает ощущение, что вы полностью повторяете настроение того, кого он слышит и слушается. А потом вы выдвигаете уже свою просьбу после того, как он привыкает, что вы идете как бы одним и тем же курсом с тем человеком, чьи советы ему дороги. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, мы смотрим. Ну, и здесь мы можем сказать, что вполне возможно в вашем случае человек просто перегружен. Он перегружен либо количеством просьб, либо делами. Поэтому он не слушается вас, потому что ему тяжело что-то выполнять. При этом, если, например, ну, ребенок не может помыть колеса своего велосипеда после прогулки, то, возможно, он реально устал, возможно, он вымотался, и он просто не может этого сделать. Поэтому всегда, когда вы что-то просите у человека, посмотрите, насколько ему легко или тяжело будет это сделать. И в соответствии с данными, скажем так, моментами, вы уже сможете просить того, что возможно, а потом уже усложняет постепенно со временем задачу. Для тех, кто выбрал пятую позицию, мы видим, что, возможно, в вашем случае, либо есть некий король Пентакли, какой-то мужчина или молодой человек, который дает советы, которые идут вразрез с вашими, поэтому не слушаются вас. Если вы, например, родители, то может случиться так, что мужа вашего слушает ребенок, а вас нет. И вот тут надо договариваться уже с ним, с мужем, для того, чтобы ребенок слушался и вас. То есть достигать этого совместными усилиями. Если речь идет не о ребенке, а о мужчине, о женщине, о родственнике, о друге, о подруге, которая вас не слушается, то вот в этом случае, возможно, нужно некое поощрение, как бы это смешно ни звучало, подарками или рублем. И тогда на вас действительно могут обратить внимание и пойти тем путем, который советуете вы. Но, опять же, насколько приемлема данная ситуация для того, чтобы дарить какие-то подарочки или совершать, скажем так, дарить что-то и какое-то вознаграждение определять, это уже решать вам. То есть насколько в вашей ситуации это подействует. Для тех, кто выбрал третий вариант, мы смотрим. И здесь мы видим карту, которая говорит о том, что человек критически оценивает все ваши просьбы. и он может не слушаться, потому что лично его мнение не совпадает с вашим. Это не мнение каких-то других советчиков, это не мнение каких-то, скажем так, друзей или старших. Это то, что происходит у него внутри. То есть бывают люди-критики, которые реально, они все перепроверяют, они все переоценивают, они все передумывают по-своему. То есть это тот человек, который идет каким-то своим путем. И в данном случае ваше мнение или ваша просьба не совпадает не с его какими-то друзьями или с родителями мнения, а оно не совпадает с его личным мнением. И вот если вы лично этого человека сможете переубедить, то вполне возможно он пойдет вам навстречу и будет делать то, о чем вы попросите. Но, скажем так, это, наверное, будет сделать достаточно сложно, потому что человек на своей волне и вам нужно эту волну с ним взять и вместе соблюдать. При этом вы при этой ситуации должны быть достаточно тактичны и вежливы, потому что можете нарваться на достаточно резкий отпор, если вы будете заставлять человека, даже если это ребенок, делать то, что он не хочет и то, с чем он не согласен. То есть может быть достаточно жесткий протест в ответ. Ну, а я желаю, чтобы вы всегда могли найти язык с вашими близкими, любимыми, чтобы дети были послушны, а вы требовали от них то, что действительно являются мудрым каким-то решением в той или иной ситуации. Пусть в ваших душах будет благостный настрой, пусть в ваших домах будет уют, мир, согласие и лад. Я желаю вам удачи, до новых встреч, до свидания.